ну просто когда у тебя тачка едет 38 до сотни я думаю спаси сохраним прям в кассу будет а и хватит не хватит надо зарядиться назад будущее вообще но у меня вот так например еще не пирал него что нахера нахера платить столько денег без sim-карты все у вас машина просто груда железа не прострадал этот путь по запчастям ну я ничего не боюсь что там что-то сломает ребят да мы просто прилетели в хабаровске забыли короче рамки вставки в рамки но с с нашими логотипами названиями вот и в итоге в хабаровске вот взяли ну как бы чтобы соответствовать чтобы иметь уважение на дорогах вот взяли хабаровск хабаровск получается на заднюю часть она перед ну просто когда у тебя тачка едет 38 до сотни я думаю спаси и сохрани прям в кассу будет вот я думаю алексей когда мы ему отдадим машину он заценит наш юмор вот короче прикольно если бы я увидел бы вот ну вот эту рамку ну то есть проходя мимо зико но я бы заценил бы этот юмор ну если бы человек хозяина по стоянке так ребята ну что за тестим как у нас эта тачка едет до сотни написано 38 у нас два человека в автомобиле у нас примерно 40 процентов зарядки еще двести тридцать пять километров но мы сегодня даже не сможем и раскатать так у нас подвеска в заниженном состоянии сер покажи настройки так оставлю спорт так ну все в принципе так тачка нету дешка давайте посмотрим будет сюда так сейчас мы немножко выкатимся чтобы нам было поровнее так все пристегнуты ну что раз два три а а а а а а а а а знаете почему потому что режим включился кастомайз а почему 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 ведь эту тачку еще надо измечать включаем спорт спорт все раз два три о сразу чувствуется подрыв 4 и 3 интересно почему но вообще конечно же заезды надо делать на стопроцентном заряде батарея потому что машина чувствует ага 40 процентов давай мы тебе дадим мощности поменьше давайте ну еще разок так ну что первая сцепа 1 2 3 4 3 ну все так а сколько ты максимум поедешь вообще просто не чувствуется скорость тачка просто просто 203 ребята ощущение от езды на зикре мы едем по хабаровску это не самый лучший город в плане покрытия то есть трещинки ямочный ремонт машина все равно пневмо отрабатывает ну и ну мне нравится в принципе сравнимо наверно с хорошим седаном что-нибудь с лсом с с классом все комфортненько по ощущениям машина тяжелая весит две тонны 336 килограмм это комплектация ю то есть это полный привод два электромотора в общем там ямаха сам полная комплектация равно это сам максимальный вес 140 киловаттная версия киловатт часов она весит больше за счет большой батареи вот мы берем ну такие базовые там 86 и 100 киловаттную версию рулится очень хорошо потому что здесь подвеска которая позволяет на меньшем радиусе на меньшей площади делать полный разворот я думаю в городе это очень крутая фишка и китайцы красавчики то что они продумали это я еду сижу комфортно ковш прекрасен то есть я не самый габаритный человек там у меня рост 85 это я подвигал сидушку вперед потому что алексей владелец zikro он выше меня вот и ну то есть я прям не дотягиваюсь до педали вот и пришлось подвинуть сидушку у нее перфорированные железные тормоза никакая не керамика тормозит хорошо потому что здесь идет опять же это у нас электрокар не забываем нас тормозят электромоторы у нас тормозят классические тормозные диски у нас расход 23.1 киловатт 100 километров то есть можем тут же расход посчитать у нас вот сейчас на данный момент 50 процентов остаток батареи она показывает в режиме комфорта 324 километра можем проехать получается передача которая включена там режим который у нас включен это комфорт 15-дюймовый дисплей на котором все происходит все там тонкая настройка автомобиля навигация качество просто прекрасная кстати говоря в китайских автомобилях у них знаете какая фишка есть они в зависимости от комплектации у тебя количество мегапикселей в камере она зависит от комплектации то есть если у тебя к ним там базовая комплектация у тебя там ну там условно говоря там 8 мегапикселей если у тебя там повыше комплектация то у тебя там идет 12 мегапикселей камеры в круг которые отвечают за там 360 обзор автомобиля прикольно но такого я чуть не видел у других я тут выбрал рекуперацию лол чтобы у нас машина не тормозила потому что у нас 320 километров мы можем просто кататься весь день и вообще не следить как на лифе и хватит не хватит надо зарядиться то есть конечно эти автомобили у которых запас хода 630 километров по заводу они просто тебя делают свободным человеком у тебя пропадает беспокойство о том вообще куда ты доедешь куда ты не доедешь но если они еще сделают круче если они перестанут думать о том чтобы где-то под сэкономить чтобы дольше проехать это все это сразу туда вверх контракты с какими-то футболистами будут с какими-то celebrity то есть инфлюенсерами которые влияют на сейчас мир их мнение важно для миллионов а есть и на миллиарды люди вещающие то есть кит ну вот я говорю футболисты какие-то поп-звезды как только они начнут рекламировать эти автомобили все сразу эти производители они просто улетят в космос их просто будет не догнать ребятам из европы из америки не догнать будет им просто нужно выйти на рынок и чтобы о них узнали акропович есть крабой сейчас космолет какой то то здесь выбираем и in internal sound это где это буду на салоне и есть еще и функция снаружи на и люди назад будущее вообще почему я взял zikra за неделю пока был во владивостоке вот прям машина дает такие эмоции что прям вот ему эмоции да именно сложно поймать такие эмоции если это у тебя не какой-то ну езда там не по бездорожью или что-то еще я прям соскучился по тачке поэтому в этом плане машина ну реально дарит эмоции вторая неделя владения машиной прям по кайф ну то есть разгон вот этот с нулю да грубо говоря . но у меня вот так еще не пирал от него что я конечно представляю что такое две секунды до сотки рулится очень комфортно ну то есть машина в управлении очень очень отзывчиво в плане там рулежки нету каких-то пробелов что не управляется или этом тяжело куда повернуть то есть она очень отзывчиво и руль при этом не какой-то не болтанка за все время пока весь мир болел китайцы работали надо своим автопромом чтобы завоевать рынок как будто они это делали скрытно никому ничего не афишируя и стоят я стоял там в центре города шиньян и мимо меня пролетали просто какие-то космолеты я вот оборачивался еще и долго спрашивал своих китайцев что это за автомобиль хочу машину для себя не просто там чтобы на все случаи жизни типа там в горы на ней ездить или там еще что-то да и прочее и понял что все таки я хочу какую-то такую яркую машину но минусов я в плане эксплуатации именно ходовка вождение управления тяга комфорт нет никаких есть минусы они связаны и просто с инфраструктурой так ребята ну что вот она русгидра классическая вот самый топ но она мне доступен и не доступен но на дальнем востоке ни одному зигру пока без переходника так берем самую медленную так интересно сколько она отдает тут написано нет нет не написано ok ладно нам совсем чуть-чуть для эксперимента так нет почему реально ну вообще а точно точно совсем забыл нужен переходник так ребят ну все заряжается у нас тут наш зигар 7 киловатт час давайте посчитаем просто сколько стоит владение езда на зигре мы возьмем чисто расход мы не берем там какие-то ты ложки которых здесь как таковых нету кроме фильтров здесь нечего менять так давайте возьмем смотрите давайте по приморью ночной тариф стоит рубль 77 днем не имеет смысла эту машину заряжать дома зачем на медленной зарядки ну то есть обычно все приезжают ставят на ночь и все и пошел домой у тебя машина зарядилась полностью до ста процентов все она больше не принимает у тебя заряд и все то есть у тебя киловатт эти не бегут вот окей давайте считать смотрите у нас здесь емкость батареи 100 киловатт часов то есть мы рубль 77 умножаем на 100 киловатт но получается 177 рублей вы проедете 400 450 километров давайте возьмем 450 все таки в общем я думаю электроводы все таки приходят к цифре что им интереснее проехать больше нежели меньше поэтому все таки 450 расход да вообще просто цифры вот сейчас у меня дизельная тачка расход 10 литров дизель стоит 64.50 сейчас то есть на 450 километров у меня уйдет 45 литров дизеля 45 мы умножаем на 64.5 бау а разница какая и 177 против зикра но представляете это просто цифры бьющие по мозгам просто бьющие я не скажу что я на топливе прям я разоряюсь но это просто очень интересно это взрывая тебе мозг и ставить под вопрос на хера на хера платить столько денег за топлива блогеры любим можно пожать можно что за маркета сзади прочитайте а то я еду блин а на чё похожа но кстати да разгон до сотни 2 секунды самый быстрый серийный автомобиль будет доступен к продаже через месяц вот так ребята давайте посчитаем допустим вот расход на джесси там 13 литров хотя там гибридная установка 13 литров для 3 5 мотора это нормально но те же самые там крауны какие 2 5 на гибриде который сейчас это все санкционы на 450 километров на 450 мы потратим бензина 52 плюс 6 половиной мы потратим 58 с половиной литра при расходе 13 литров на сотню умножаем 95 стоит 54 рубля 359 еще больше против 177 грубо говоря ну на там 3000 рублей дешевле все идет на хер просто вот и думаешь ну все ну зачем если это все пересчитывать на год пересчитать вот эти тысячи километров сколько кто проезжает в год все как бы ты понимаешь что у тебя просто ты на бензине можешь сэкономить сотни тысяч рублей и это это новый iphone это билеты в таиланд это там ну еще у кого какие фетиши там и прочее ты просто можешь сэкономить а тачка ликвидна и когда она стоит на миллион дешевле под заказ и если ты ее привез то ты ее даже продал пусть они там без пробега новые стоят там условно текущие цены да я не знаю когда вы смотрите этот видос 6 300 она сейчас стоит под заказ и 7 500 она стоит москве но в москве вот наличие вот здесь вот сейчас ее купить пусть ее даже продаж с пробегом 20000 за 6 800 плюс полмиллиона ты ну просто выстоял и продал в тот же день потому что эта тачка популярная и ну то есть по ней очень много запросов вообще в целом то есть я буду но в основном запад то есть там питер москва они им подавай zikra 009 zikra 001 zikra x поэтому математика просто уничтожает любые машины с двигателями внутреннего сгорания не целесообразно абсолютно так ребят ну что в общем мы подзарядились серый покажи на телефоне сколько у нас там 33 процента у нас стало и вот сейчас смотрите у нас вот 7 киловатт доступно 23 мы взяли 5.74 киловатта заряжали 50 минут это очень медленно но без переходника тебе доступно только это так хочу делать а ну вытаскиваем нет нет получается в телефоне жмем завершить а то как бы у нас то через переходник и выдирать нельзя сколько мы забрали 7 5 7 киловатта у нас расход 23 киловатта на сотню 5 и 7 ну грубо говоря мы где-то 30 километров зарядились там за 50 минут это очень медленно ну то есть для такой тачки для лифа это вообще вот так это там вам и зарядились на 30 километров для этой тачки это вообще ни о чем так ладно окей разлепляем пельмени так ну что алексей он не юзал переходничок вот этот кстати говоря зикром продается зарядка вот поэтому то что вы будете ставить себе там не знаю ставить где-то на доме у себя на частном доме у вас будет зарядка вместе с автомобилем кстати говоря еще важный нюанс который я не сказал ранее смотрите покупая zikr машина должна быть активирована приложение активировано на китайскую сим-карту на китайца но машина должна быть записана в приложении вот мы это все делаем то есть покупая но в основном как бы все знают то есть кто привозил зикров кто с ними знаком в плане компании поставщики но они они знают про это кто еще не привозил и допустим у них там китайцы автодилеры не профессионал потому что там вообще там китайцы занимающиеся овощами мы привозим машины давайте работать с нами но и как бы кто-то выбирается таких партнеров китае они не соображают в этих машинах вообще какие нюансы и они вам ее продадут без сим-карты все у вас машина просто груда железа она не обновляется даже не выставляются часы но все это это кусок железа все там ты ничего не сделаешь поэтому мы все делаем и у вас машина полностью там с приложением вот этого вот эти вот все нюансы с приложением сим-картой все это будет сделано так но часто кнопочка закроется что такое она просто не работает почему 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 но зеленый светится ладно окей закрываем так ну что поехали дальше хабаровск красивые места здесь есть поехали искать я чуть-чуть потерял старт 4 4 секунды нет поехали так ну что сейчас бы х без ланча попробует сейчас затестим но нет я думаю зикро нету шансов но все-таки блин у меня чуть-чуть потряхивают руки все-таки блин вот это вот динамика электрическая конечно даже без звуков даже без переключения автомата все равно дает тебе вот этот выброс адреналина чувство скорости вау просто вау не просто без вариантов рвет а бэмбэ итак ребята что по ценам на этот волшебный автомобиль мы просто наверное этот обзор мы всегда пытаемся сокращать но они получаются по часу как так получается я не знаю просто хочется рассказывать про классные тачки и поэтому так длинно получается сколько стоит это чудо техники смотрите автомобиль в комплектации они есть там трех комплектаций ми ви и ю ю самый топ ви это база средняя это ми и ю как я сказал это топ потом есть версия на 8 6 киловатт часов кстати говоря китайцы красавчики они вот если вам не требуется вот эти вот 630 километров куда-то там запас хода вы можете не покупать это то есть вы можете купить себе 8 6 киловатт ну то есть она там проезжает там ну наверное где-то там 500 с копейками по факту будет проезжать там 380 400 все вам то с головой и вы не переплачиваете за там самую полную батарею вот красавчики то что делают подобные настройки делают порог входа в эту модель очень низкой так ребят смотрите вот мне прислали наши ребята менеджер по китаю актуальные цены смотрите там мы не берем в их никто не берет вообще на самом деле все покупают топовые комплектации в китайских тачках потому что все равно цена не очень большая не так разнится и ты покупаешь самый топ музыка ямаха у тебя затемняющаяся крыша у тебя там 22 колеса там красивый и с в работе с пневмой у тебя все равно очень комфортная езда то есть поэтому покупать что-то среднее тем более базу не имеет смысла смотрите комплектация ми на 100 киловатт то есть это средняя комплектация стоит 319 тысяч юаней там с доставкой с провозом с доставкой в москву либо в новосибирск либо владивосток у вас конечная стоимость это будет 5500 на эту машину где-то ну да 5400 5500 растаможенная это сентябрь 23 года курс сегодня 97 рублей представляете эти машины еще обесной когда там доллар был там 80-85 можно было привести за 4500 представляете вот эту тачку за 4500 можно было привести комплектация ю вот такая 100 киловатт часов батарейка 349 тысяч юаней то есть она зайдет растаможенная полностью но москву-новосибирск владивосток с доставкой полностью лаборатория все пошли ставить на учет она зайдет где-то 6300 откройте дром вот прямо сейчас вот здесь вот покажем тоже сбоку сколько сейчас стоят они по москве 7200 7400 7600 8 миллионов но в любую китайскую машину зайди экономия по сравнению привести и в наличии в россии сотни тысяч рублей ну соответственно под заказ это будет дешевле в этой машине ты экономишь минимум миллион то есть ты покупаешь приводит до ждешь там эти там 30 40 дней ты еще на эти деньги покупаешь себе зимнюю резину на 22 размер она все-таки будет стоить деньжат 22 зимнюю резину покрываешь полностью в пленку тачку делаешь каску ну что тут еще сигнализация ничего не надо у тебя не угонят что еще надо блин я даже не знаю ну ты охи не нужны ну все пленка каска резина все но можно закатить фуршет в честь покупки самой топовой тачки электрической из Китая вот ребят поэтому цены а допустим тот же самый zikr x то есть это самая бюджетная модель да там 459 лошадиных сил то есть так все вроде скромненько там самый старт сейчас где-то там 4 905 миллионов да прикольная машина я думаю она прям вот подходит какой-нибудь девушке современного города где много зарядок тачка классная играет цветами внутри там что-то вот все такая вот как бы круглая добрая вот электрокарта вот это вот все кто про природу беспокоится как китайцы 5 миллионов рублей вот поэтому цены я просто удивляюсь почему люди не стоят в очереди у нас за этими машин ну то есть интересуются все-таки кто-то не хочет ждать кто-то кто-то покупает по наличию кто-то покупает какие-то другие бренды кто-то покупает теслу все-таки по зикру их не так много объявлений хотя это топовая тачка это топовая тачка и как бы мы уже научены такой машины как nissan leaf электроводы это немножко другие люди поэтому они все перепроверяют особенно когда ты покупаешь тачку за 6 7 миллионов рублей она полностью на электричестве это вообще другие люди ребят еще очень важная информация для юрлиц то что эти автомобили можем продавать в лизинг с ндс поэтому если вам требуется вот такой электрокар либо вам требуется вот у нас допустим сейчас сделку заходят москвичи это тоже там будет лизинг потому что там порядка 10 миллионов рублей стоит тот минивэн запас хода 822 километра по паспорту мы можем продавать с ндс там с любой лизинговой компании сработать можем подсказать свои где аккредитовано наша у которой вы будете покупать этот автомобиль у нас ложка на все нормально ндс и все окей поэтому ребят велкам не только физики приходите юрлица и это просто будет сделка с ндс и будет сделка по лизингу все плюсы кто смотрит и у кого есть опыт лизинга не мне вам объяснять то что вы вроде бы покупаете машину там уже с лизингом она бы стоит плюс 20 процентов там в зависимости от условий там плюс минус чуть-чуть но те бонусы которые вы получаете от подобного формата сделки но вы их сами прекрасно знаете поэтому ребят у нас и как физик за наличку и автокредит вы можете взять и оформить кстати говоря вот там у нас там банк приморья работаю примсос банк я думаю на западе тоже там москве очень много банков которые кредитуют уже сделки под заказ и на автомобили из китая поэтому заходите вообще можете купить хоть как налом ндс-ом кредитом вообще хоть к хоть крипто можете заплатить все принимаем ребята доброе утро сегодня у нас уже сутки как мы в хабаровске вот вчера весь день прокатались на тачке там ну прям до темна у нас было 300 сколько лет ты нам отдал 170 370 и мы его поставили а чуть-чуть мы его подзарядили на этом в районе эко дома ну там что-то там сколько серого нас 5 и 4 киловатта да мы взяли 5 и 7 киловатт чуть подзарядились и поставили он зарядку там оставалось это 50 60 километров и вот собственно говоря я подвожу к тому то что эта тачка то есть когда мы продавали лифы я вот снимал я катался на уссурийска на одном заряде пытался вернуться я там жестко экономил ты не свободен на лифе ну то есть ты там так сколько кондиционер ой нет слишком холодно можно выключить и открыть окно ну то есть ты не свободен а на этой тачке ну как вообще на китайцах это я еще говорил в китае в обзорах что если у тебя электрокар едет даже заявленная завода меньше пятиста что ну типа 450 вы серьезно это ни о чем вот у тойоты есть там электрокар который ей там 400 я там вот уже забыл модель он кстати продается только на китае здесь там 450 по факту едет ну и там 630 у них заявлено с завода ну вот это серьезные цифры скажу что понравилось и алексей за финалит как владелец как вот уже человек который прям поездил по хабаровску мне понравилась первое это свобода что ты можешь ездить ну прям как на полном баке дизельного авто то есть там 45 дней ну то есть это не те можно не каждый день ставить на зарядку второе математические расчеты мы вчера считаем там 177 рублей по ночному тарифу а там бензиновая машина 3 200 дизельная там 2 900 но этот же километраж там 450 километров проедешь напичкан фишками и за там условно говоря 6-8 миллионов ты там купишь там ну что-нибудь audi q7 бэхи x5 x6 там мерседесы гле это сейчас прям еще под вопросом надо найти там ничего подобного нет ну то есть там ну уже все это уже старая там после китая я сел у нас к это европейка стояла там 20 года я сажусь вообще не то вообще ну что за старость у тебя всегда есть тяга то есть у тебя тачка едет там 38 у тебя это скорость спорткара но ты еще и получаешь ее в купе с комфортностью ну прям премиального какого-то европейца кожа на по везде алькантара нормальная хорошая музыка . подсветка по салону задает тебе настроен ну вообще просто вот этот микс скорости и комфорта он тоже очень подкупай ну и цена когда мерседес и qs стоит 15 новый эта тачка стоит в два раза дешевле вообще ну вот мои топы то есть если вы в городе и это у вас не единственная машина у вас есть на чем съездить там в другой город однозначно надо брать однозначно знаешь я думаю что даже если вы в другой город хотите поехать вы спокойно можете поехать другой город ближайшие полгода я уверен что построится инфраструктура будут зарядные станции будут станции быстрой зарядки и возможность у этой автомобиля два порта медленной зарядки и быстрой когда машину можно зарядить наполовину своей энергоемкости за один час пока вы можете где-то в кафе обедать поэтому я думаю в ближайшее время поездки на расстоянии тысячи километров они будут свободно осуществляться что-нибудь видишь для себя там может быть следующую машину какую-то электрическую китайскую вообще изучаешь либо вот пока пока там zikar там погод ближайший ну во первых не из фантазии не может быть и вот реально вот вот этот танковый разворот который делает же вот этот новый план да ну что-то знаешь такое реально может там стоя до 10 миллионов там ну только если взять zikar 201 fr на другие 2 секунды до сотки но такой заряд и такая энергоемкости электротяга 2 секунды до сотки это конечно очень интересно и вопрос такой зачем просто 1 2 ты уже как бы улетел на сотку я думаю что этот автомобиль я не планирую ближайшее время не менять не продавать ничего потому что тачка дарит эмоции эмоции от внимания я уже как бы понимаем на каждом светофоре на перекрестках на магазинах просто народ облепляет что кто как потому что еще это такой яркий яркий цвет он топовый цвет считается по продажам и такие машины мы смотрели на заводах и на представительство китая они стараются уже эти машины то есть белый черный серый уже под заказ оранжевый уже как бы они сами наполняют рынок под спрос поэтому ну для этой машины я думаю этот цвет очень очень удачный и если вернуться к эмоциям это не только эмоции от внимания извне но еще эмоции от качества жизни то есть мы уже пришли в то время когда хочется получать на максималку качество жизни во всем даже в эксплуатации автомобиля что значит для меня качество жизни это возможность получает там массаж это возможность телематики управления кондиционированием даже то что завод поставил бонусом не бонусом в это входит комплектацию ароматизаторы которые уже идут в автомобиле установлен для кондиционирования ну то есть мы говорим о том что это качество эксплуатации как качество жизни не просто ехать а ехать с комфортом с кайфом с эмоциями да там боковая поддержка сидушек большой просторный салон вместительный офигенный багажник пневма которая у тебя мы хочешь там наши дороги старых колеса или пришла зима и выпал снег и тут как бы надо проехать по каким-то местам ну мы еще это посмотрим по эксплуатируем ты просто задрал ее там 20 215 клиренс и поехал спокойно как уже на кроссовере на хорошем поэтому вот в этом качестве автомобиль вот объединяет для максимальной эксплуатации самый кайф и знаешь лёг прикольно то что ты вошел в электрокары не через лифт обычно знаешь вот у нас люди они покупают самый бюджетный лифт потом они такие нравится покупают следующий который ну там чуть побольше батареи а за и 0 вот и но люди вот так прогрессируют и потом они смотрят куда-нибудь сторону но чуть большего объема батареи на чем они могут ты короче сразу взял zikar вот и ты не испытывал боль ты знаешь что сейчас вот смотрят электроводы и они вообще пап но в общем не настоящий электровод не прострадал этот путь что но там типа знаешь остановиться где-нибудь в поле там на эвакуатор на шкорке типиску мы во первых наши условия и возможности граница с китаем на дальнем востоке ну только дает тебе возможность мы всю жизнь работаем с китаем по запчастям ну я ничего не боюсь что там что-то сломается или что-то полетит во первых это качественные материалы которые ты сделан ты сам это увидел во вторых на батарею там они дают чуть ли не пожизненную какую-то гарантию а в третьих возможность там стекла возможность каких-то тормозные колодки уже даже доступна даже мало того скажу аксессуаров алиэкспресс просто пестрит есть все от дворников на озон уже есть дворники все ну как бы которые в воду упрыскают на дворник сам ну вот как у него не а зигровский а ну да по-другому те шпорсунок нет они девушки ну да класс все уже инфраструктура подстраивается все подстраивается зарядки аксессуары сервисы сервисы важный момент что сейчас еще у нас там да только работают там с приусами с лифами я думаю что в ближайшее время ребятам просто нужно уже посмотреть и обратить внимание на вот это потому что люди не готовы потому что боятся что нет не будет сервисов они не смогут куда-то приехать и сказать там у меня проблема давайте подключаться но уже завезли в россию большое количество компов все который подключается к системе видит все ошибки и может спокойно работать все это уже есть то есть спокойно это оборудование уже завозится и никаких проблем нет хорошие слова до финала ребят напишите внизу комментарии вообще что думаете стоит ли эта машина 6-8 миллионов там старт за там сам бюджетной комплектации это там даже чуть чуть ниже 6 миллионов можно завести там но и там самый топ там такие вот ютом на физика там ну где-то вот сейчас видите я не знаю просто когда вы смотрите это видео то есть вообще машина вот вчера мы вот прям вот актуальная цена по наличию 40 где 50 тысяч долларов она уже ну на границе будет стоять с китаем топ это оранжевый цвет комплектация ю ну то есть и я просто не знаю когда вы смотрите и где будет таможенство либо в таможенном союзе либо будет таможенство на комнате российском посту ребят напишите комментарии вообще за такую цену это ну адекватно там 600 километров по заводу 450 по факту проезжает те опции там музыка ямаха то внешность там вот 23 колеса кстати говоря да на пирели продают они напишите чё вообще думаете планируете ли брать какую-то китайскую электричку либо все-таки еще рановато и надо посмотреть на ребят там audi e-tron кстати вот мы снимали месяц назад e-tron стоит 8 8 миллионов 50 тысяч рублей но как выбрал но как бы ау она круто выглядит это бренд сложно определить не знающему человеку ну вот колечки вроде бы что это e-tron ну как бы вот здесь просто ну вообще другой уровень просто другой уровень поэтому короче напишите ваше мнение все-таки либо рановато еще брать китай короче вообще что думаете бэху им пятую чё скажете вообще готовы ли вы покупать zikro но знаю что какая-то тачка едет быстрее вас вот поставьте лайк подпишитесь на канал ждем ваши комментарии можете задавать вопросы алексею ну там что-то скоро в хабаровске зима кстати тут минус 35 бывает как будет эксплуатироваться эта тачка будем просить алексея там ну что-то там добавлять кинь комментарии задавайте вопросы в общем ребят пока компания сферокар предоставляет полный комплекс услуг по подбору доставки растамаживанию и отправки по россии автомобилей с аукционов японии компания сферокар ваш эксперт в выборе качественного автомобиля